Каникулы заканчиваются Мы с вами отработали первые два урока по задачам на движение. Задачи у нас были на воде, по реке мы разбирали. Сегодня мы выбираемся из реки и переходим на сушу. Итак, мы попытаемся с вами обобщить или вспомнить или выучить, какие же движения существуют на суше и как решаются эти задачи. Но для того, чтобы перейти к общим решениям задачи на движение на суше, мы немножечко с вами вспомним и повторим. Пожалуйста, вспоминаем. Итак, обозначение формула. Для того, чтобы найти расстояние, обозначаем буковкой S, нужно скорость умножить на время. Из этой формулы мы можем найти скорость. Для того, чтобы найти скорость, нужно расстояние разделить на время. И последняя формула, которую мы можем получить из первой формулы – это поиск времени. Для того, чтобы найти время, нужно расстояние разделить на скорость. И мы получаем третью формулу. Все три эти формулы нам сегодня будут обязательно нужны. Давайте вспомним те задачи, которые мы решали с вами на уровне начальной школы. Итак, простые задачи на движение. У нас задача звучит таким образом. Слон двигается со скоростью 100 метров за секунду. Какое расстояние он прошел за 10 минут? Если мы рассмотрим это с помощью рисунка, то мы будем видеть, что у нас я числовую ось разбила на 10 минут поминутно. И говорю, что за каждую минуту скорость понятия слон проходит 10 метров. 10 метров здесь, 100 метров, простите, здесь, 100 метров здесь, здесь и здесь. Таким образом, для того, чтобы найти расстояние, нам с вами нужно 100 умножить на 10. И мы получим 1000 метров расстояния, которое преодолеет слон. Берем следующую задачу. У нас идет некий путешественник. Известно, что он идет 30 километров со скоростью 5 километров в час. Мы спрашиваем, сколько времени он потратит на это движение. По нашей формуле, которую мы повторяли в начале урока, мы говорим, что для того, чтобы найти время, нам нужно расстояние разделить на скорость. Таким образом, мы получаем время, за которое он преодолевает это движение. Итак, последняя, третья задача. У нас Таня бежала 30 метров за 6 секунд. Наша задача найти, с какой скоростью бежала девочка. Для того, чтобы найти скорость, помня первые формулы, мы говорим, нам нужно расстояние разделить на время, за которое Танюша бежала. Таким образом, мы найдем скорость, с которой бежала девочка. Теперь, мы с вами попытаемся вспомнить те задачи, которые мы решали в пятом классе. И если мы все проанализируем и решим, обобщим, то мы с вами получим, что на суше у нас существует 4 типа движения. Итак, первое движение – это движение встречное. Второе движение – движение в противоположных направлениях. Третье движение – движение вдогонку. Что значит вдогонку? Ребята, вдогонку значит, что наши точки, не важно, как они называются в разных задачах, начинают двигаться с определенным, если между ними есть определенные расстояния, или в разные моменты времени. Причем, точка та, которая движется первой, имеет скорость больше, поэтому стрелочка нарисована длиннее. Вторая скорость меньше, стрелочка нарисована короче. Поэтому мы говорим, что первая точка обязательно в какой-то момент времени догонит вторую точку. И последний, четвертый тип задач – мы говорим движение с отставанием. Если первая точка начинает выезжать через какое-то время Т или на расстоянии С, и скорость первой точки, обратите внимание, остается большой, а скорость второй точки, которая пытается ее догнать, остается маленькой. И тогда, естественно, расстояние между этими точками с каждой минутой движения будет увеличиваться. И вторая точка таким образом никогда не догонит первую точку. Поэтому движение называют движение с отставанием. Если вы посмотрите, возле каждого рисунка у вас написаны формулы. Для чего я сегодня обобщила формулы? Ребята, я это сделала для того, чтобы мы задачу могли решить одним залпом, очень быстро, не тратя много времени. Но для того, чтобы осознать это, нужно прорешать очень большой пласт задач. Я думаю, что вы это тоже своими учителями будете делать. Но если вы будете использовать именно эти формулы, вы будете решать очень много задач на протяжении одного урока. Итак, если я в задачах на встречное движение буду складывать две скорости, это не значит, что я буду находить общую скорость, это неправильное название. Я буду находить скорость сближения. Если мне нужно будет найти D3, это расстояние между точками через три минуты движения или через три часа движения, неважно в данном случае, то тогда я буду пользоваться вот такой формулой, в зависимости от того, что мне нужно найти. Если я буду складывать эти две скорости и движение будет у нас в противоположных направлениях, то эта сумма будет называться скоростью удаления. Если я буду искать скорость вдогонку, это значит, что я буду с каждой минутой уменьшать расстояние между точками движения. Следовательно, я всегда буду от большей скорости вычитать меньшую точку скорость. И если я буду искать последнюю скорость, я буду пользоваться вот этой формулой. Ну, а теперь посмотрим, собственно говоря, применение этих формул. Итак, если мы посмотрим, у нас первая задача, я специально поменяла порядок, чтобы вы сами определяли. У нас идет первая задача, это что? Это движение с отставанием. Моя задача, как и насколько изменится расстояние между точками через два часа. для того, чтобы найти расстояние, я вспоминаю, что что мне нужно сделать? Мне нужно моих два часа умножить на разность скоростей. мы получим 16 в скобочках километров. На столько километров будет отставать первая точка от второй. Когда я буду прописывать ответ, я должна четко прописать. Итак, отстает. Как изменится? Увеличится. Расстояние увеличится на 16 километров. Я сейчас не буду записывать остальные задачи, мы их просто проговорим. Если мы смотрим, что у нас идет с вами движение встречное, очевидно, что расстояние между точками через два часа будет уменьшаться на сколько? 6 плюс 18, 24 и умножить на 2 на 48 километров. Внимание! Движение в противоположное направление. Очевидно, что расстояние между точками будет только лишь увеличиваться через два часа. Поэтому 54 плюс 36 и умножить на 2. Ну и последнюю задачу вы уже сможете при желании выполнить самостоятельно. У нас с вами осталось задать домашнее задание. Первым пунктом домашнего задания я попрошу вас вспомнить и зарисовать все виды движения и формулы, связанные с ними. Вторым пунктом я прошу вас выполнить из учебника. Первое, напоминаю, учебник Мерзляка. Вспоминаем картинку номера 939 и 1005. И те, кто учатся по учебнику Никольского, я предлагаю номера 549 и 551А. Я думаю, что урок сегодня вам будет полезен. Спасибо за сотрудничество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Today's topic is places to go in a department store. Last lesson we were talking about going shopping to the mall. And I told you that mall and the department store are the same words, so they are synonyms. Today we are going to go to the department store and we are going to visit different places there. Let's learn new words. The first word is a cafe. Second is a fast food restaurant. Repeat after me. Fast food restaurant. The next place in the department store is an art gallery. Next is a cinema. The next place is a concert hall. A concert hall. Note, students, mind this rule, please. So, if you are inside the building, you should use the preposition in. In a room means you are inside the building. But if you are outside, in open space, you should use the preposition at. At the bus stop. At the cafe, if you are outside, but if you are inside the building, it is in a cafe. So, let's practice these words in the sentence. And I want you to speak loud out about what can you buy or do in these places. You can drink a glass of juice in the cafe. You can drink a glass of juice in the cafe. You can look at the paintings in the art gallery. Look at the paintings in the art gallery. You can watch a film in the cinema. Watch a film in the cinema. You can eat burger in the fast food restaurant. Eat burger in the fast food restaurant. You can listen to music. Listen to music in the concert hall. Listen to music in the concert hall. So, let's revise all these places and what you can do there. A cafe, you can drink a glass of juice. An art gallery, you can look at paintings. A cinema, you can watch a film in the cinema. A fast food restaurant, you can eat burgers in the fast food restaurant. And the last is a concert hall. So, you can listen to the music in the concert hall. So, students, I was so glad to visit one of that places. And I was so excited to go to the department store yesterday. And I wanted to describe all my feelings in one letter. Please now, I propose you to read my letter with me. Let's look at the screen. But, before reading, I want you to pay attention on the highlighted words. So, here you can see our last topic. Was and were. It's an auxiliary verb to be in the past simple tense. So, was, as you remember, is for singular, so for one person and were, for two or more people is used. Please now. Now, and you can see other words. Decided, visited, wanted, watched, stayed. So, what do these words mean? So, students, if you want to describe events that happened in the past, so yesterday, last week. Remember? So, you should do the verb plus two letters E and D and it will be past simple tense. So, let's read my letter. Dear N, thanks for your letter. I hope you are well. Sorry, I didn't answer you back for a long time. Yes, where I was last weekend. I decided to go to the department store with my sister. The weather was great. There were a lot of people there. There were so many things to do there. The first place we visited was the fast food restaurant. We were very hungry. We wanted to eat some burgers, but we didn't because there was a very long queue. Then we decided to eat a candy floss. A candy floss means сахарная вата. So, boys and girls, I propose you to use my letter. And onto this scheme to write down your own letter about the places you visited last. Your home task is on page 109 do exercise 8. Write down a letter about places to go in the department store. Thanks for your attention. Good luck. Good luck. Здравствуйте, уважаемые пятиклассники! Тема нашего урока – высшие споровые растения, пхи. Мы работаем с вами по учебнику «Биология 5-6 класс» под редакцией профессора Пасечника. Наверное, вы помните, что царство растений делится на два подцарства. Первое подцарство – низшие. Вспоминаем, к ним относятся все водоросли – зеленые, красные, бурые. Почему они низшие? Они не имеют сложного тканевого строения. У них нет органов, ни корней, ни стеблей, ни листьев. Их тело называется талом или слоевище. Но раз пхи – высшие растения, значит, кроме низших существует и подцарство «высшее», к которым относятся высшие споровые и высшие семенные растения. К высшим споровым растениям относятся мхи, лауны, хвощи и папоротники. А как вы думаете, почему они высшие? Ну, конечно же, у них все наоборот. Они имеют сложное строение, у них есть органы, и тело расчленено на органы. У них есть ткани, но хотя они еще и не очень сложные у мхо. А почему же мхи – это споровые растения? А потому что они размножаются спорами. На окам как называется бриология. Давайте вспомним, какие же стадии жизненного цикла проходит любое растение. Жизненный цикл – это период, когда растения развиваются. Можно выделить стадию споры. Это клетка с половинчатым набором хромосом, покрытая плотной оболочкой. Из нее развивается половое поколение – гометофит, клетки которого содержат половинчатый набор хромосом. На нем образуются половые клетки – гометы. Яйцеклетка женская гомета и сперматозоид. Они также имеют половинчатый набор хромосом. При слиянии их образуется зигота. Зигота дает начало бесполовному поколению – спорофиту. Эти термины вы можете заучить, используя наш словарик. Где же обитают ухи? На болотах они формируют это сообщество. На различных камнях, стволах деревьев, ветвях и даже листьях деревьев. Некоторые мхи обитают в воде. Давайте рассмотрим, какое строение имеют мхи. Перед вами женское растение кукушкина льна. Мы видим, что оно состоит из двух частей – спорофита и гометофита. На гометофите, а это у нас половое поколение, хорошо виден степель. К нему прикрепляются листья, а вот кормей у мхов нет. У пакушкина льна есть резоиды. Бриологи, ученые, которые изучают мхи, считают, что эти органы не настоящие. Они очень простое имеют строение, примитивное. Вторая часть растения – это спорофит, бесполое поколение. Он состоит из коробочки, которые находятся в спорангии и образуются споры. Ножки, которые заканчиваются присоцкой. Присоцка поглощает питательные вещества из гометофита. Таким образом, спорофит паразитирует на гометофите. Ухи имеют тоже свой цикл развития. Давайте посмотрим на него. Начнем развитие мха со споры. Споры прорастают, образуется зеленая нить протонема. И спора, и протонема, и все части гометофита, которые потом развиваются, имеют половинчатый набор хромосом. На протонеме есть почки. Почки дают побеги. Кукурский лен – удобное растение. Есть женские побеги, где созревают женские клетки, яйцеклетки. И мужские побеги, где созревают мужские половые гометы. Сперматозоиды. Они подвижные. Они имеют жгутики. И когда есть влага, сперматозоиды переплывают в яйцеклетки. Происходит оплодотворение. Они сливаются. В результате образуется клетка. Зигота. Вы можете повторять самые трудные термины, чтобы лучше их запомнить. Она уже имеет полный набор хромосом. Конечно же, зигота находится на верхушке только женских побегов. А вот уже из зиготы развивается бесполое поколение. Спорохи. Коробочка. В нем находятся споранги и образуются споры. И все начинается сначала. Ухи тоже очень разные. Их можно разделить на две группы. Низшие – печеночные. Они имеют простое строение. Их тело – слоевище. Вы изучали уже этот термин. Толомы, не слоевище. Встречали у лишайников и водорос. Вторая группа – это листостебельные мти. К ним относятся сфагну. Кукушкин лен. Еще один вид кукушкина война. Политрихум, мажореверникоподобный. Сюда же относятся другие сфагнули. Сфагнули, например, андроцерос гладкий. Очень интересные печеночные мхи. Ричия, которая обитает в воде. И маршанция. Здесь вы видите ричию, которую любители разведения аквариумных рыбок используют. Вы видите маршанцию. Примитивный печеночный мх. Некоторые мхи являются редкими и занесены в красные книги. Как в красную книгу Крыма занесены такие мхи, которые представлены на вот этом слайде. Это панагантум алоэ видный и аталамия хрящеватая. Всего в красную книгу Крыма занесено 35 видов ухов. А какое же значение имеют ухи? Ну, во-первых, как и все растения, они являются первым звеном цепи питания. Они заселяют голые скалы и другие места, лишенные растительности. Они участвуют в образовании почвы, накапливая в себе влагу, вызывают образование болот и регулируют водный баланс. Посмотрите, у меня в руках три предмета. Билл, вата и свагнул. Что их объединяет? Конечно же, вы уже догадались. Это перевязочный материал. Но оказывается, что сфагновые мхи используют для лечения гнойных ран. Особенно это важно было в годы Великой Отечественной войны. 75 лет победы, которые мы будем скоро отмечать. Сфагнум обладает бактерицидными свойствами. Он содержит антибиотик, сфагнум, убивающий бактерии. Кроме того, он гигроскопичен. Он может накапливать влагу из гнойных ран. Но партизаны имели этот перевязочный материал. Он был дешевым и доступным. Конечно же, огромное значение сфагновым мхом имеет для получения торфа. Отмирая, сфагнум не перегнивает. Спрессовывается и образует полезное ископаемое торф. Наша страна занимает первое место по залежам этого полезного ископаемого. Это и топливо, но топить им очень невыгодно. Это и грязелечение, и удобрение, и теплоизоляционный материал. Там мы находим палеонтологические находки. И древних рыцарей оставят лодок. И, конечно же, это сырье для промышленности. Из него получают воск, пластмассу, красители и даже сахарин. Давайте сделаем выводы. Мхи – это высшие споровые растения. Только ухо в жизненном цикле преобладает гометофит. Спорофит – это коробочка на ножке с присоской. Она паразитирует на гометофите. Оплодоторение происходит только в воде. Размножаются спорами и вегетативно. А теперь, чтобы лучше усвоить материал, записываем домашнее задание. Изучить параграф 17, повторить параграф 12. И выполните, пожалуйста, лабораторную работу. Такого типа задания могут быть у вас в ВПРах. Вам нужно зарисовать схему кукушки на война и сделать обозначение. Коробочку под микроскопом. И сделать вывод, в котором доказать, что кукушкин ли он относится к отделу махалидные. Спасибо за внимание. Удачи вам. У вас все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!